Добрый день всем участникам. Прежде всего, я хотела бы поприветствовать господина президента Российской Федерации, господина Владимира Путина и всю делегацию, которая сопровождает его. Я хотела бы также поблагодарить прессу и его страны, которая также его сопровождает в этой поездке. Сегодня мы провели прекрасное собрание рабочее, во время которого мы разговаривали о темах международного характера, а также о темах, которые связаны с нашими отношениями. И сегодня мы подпишем очень важное соглашение в правовой области, а также в энергетической области. Я бы хотела повторить снова честь, которую мы имеем, все аргентинцы, приветствовать президента Российской Федерации. Мы также встречались в 2010 году с президентом Российской Федерации господином Медведевым. Когда мы подписали различные соглашения, что указывает на то, что наши отношения все углубляются. Это было показано во время последнего собрания Большой Двадцатки, когда мы говорим о международных отношениях, которые в настоящее время немного хрупкие. И наши позиции, некоторые из них совпадают, некоторые из них не совпадают во время настоящих событий. И в настоящее время это все указывает на то, что наши позиции были верными. Это не значит, что существуют победители или побежденные. Просто мы считаем, что мы очень уверены в том, что должно существовать многосторонние отношения, многополярные отношения. И есть необходимость в том, чтобы страны не имели двойные стандарты, где мы могли бы прийти к решениям, которые были бы справедливыми, которые были бы легальными, связанные с международными правами. Нет нескольких международных прав. Есть одно только право международное. Нет некоторых хартий международных наций. Нет различных хартий, либо договоров Бриттенбурга. Есть только один. Поэтому я считаю, что необходимо вернуться немного к источнику. И да, нам нужно настаивать на реформе организмов, которые, очевидно, не дали решения ни в политической сфере, ни в экономической сфере. То, что происходит в настоящее время в мире. И то, что относится к международному праву, я хотела бы... Сегодня мы будем подписывать соглашения, которые связаны с Министерством юстиции. И также соглашения, которые являются очень важными в сфере атомной энергетики. Аргентина, как вы все знаете, является в Латинской Америке лидером в сфере создания атомной энергии с мирными целями. Мы являемся лидерами не только в плане научном, однако также в плане планированной. Все наши соглашения направлены на то, что эти соглашения должны быть связаны с соглашением о нераспространении ядерного оружия. И это должно использоваться только в мирных целях. Несколько лет, дней назад, вошел в критическое состояние АТУЧА-2, атомная электроэнергостанция, которая по решению президента Киршнер в 2004 году вновь начала работать. И мы были аргентинцы с нашими учеными, с нашими техниками, которые мы запустили ее в работу. И она в настоящее время имеет 30% использует из 720 мегаватт в систему, которая взаимосвязана в нашу систему энергетики. Поэтому мы желаем углубить эти отношения с Российской Федерацией. И поэтому мы будем подписывать одно из соглашений относительно этой темы. Итак, я не хочу вновь больше задерживаться. Я хотела бы передать слово господину президенту Российской Федерации для того, чтобы он смог передать нам свои впечатления. Спасибо большое. Уважаемая госпожа президент, дорогие коллеги, друзья, прежде всего хочу вас благодарить за приглашение, за возможность встретиться с вами, обсудить наши текущие и перспективные дела. Аргентина, безусловно, является одним из приемных партнеров России в Латинской Америке. Мы работаем по всем направлениям. Это касается политического уровня. Мы с госпожой президентом постоянно в контакте находимся, и лично встречаемся, и через наших сотрудников общаемся. Развиваются межпарламентские связи, работает межправка, растёт товарооборот. Несмотря на все сложности в мировой торговле, в прошлом году объём товарооборота вырос более чем на 16%. Это хороший показатель, но, конечно, у нас ещё много возможностей для повышения и диверсификации наших экономических связей. Мы согласуем свои позиции на международной арене, и наши взгляды на развитие международных отношений часто, как говорят дипломаты, очень близки либо полностью совпадают. В следующем году мы будем отмечать 130-летие установления дипломатических отношений между Россией и Аргентиной. Это большое событие, и ещё не успел сказать госпоже президенту, но вот хочу сейчас сказать всем вам в таком широком составе, думаю, что было бы интересно с обеих сторон провести годы культуры Аргентины в России и год культуры России в Аргентине. Это, безусловно, способствовало разближению наших народов, показало бы глубину наших отношений и общее понимание тенденций развития не только мировой культуры, но и вообще жизни на международной арене жизни в мире. Ну и хотел бы подчеркнуть, что с 2009 года мы работаем над осуществлением плана по созданию и введению наших отношений на уровень стратегического партнёрства. Работая по всем направлениям, которые я сейчас сказал, мы, безусловно, добьём успехов. И я ещё раз хочу поблагодарить госпожу президента за приглашение и за возможность в таком широком составе обсудить все вопросы, которые представляют для нас взаимный интерес. Благодарю вас.